Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все необходимые площадки подготовлены и ребенок попадает в ту среду той ситуации, с которой он может по жизни встретиться. Поэтому надеюсь, что такие центры появятся в перспективе своей и, наверное, во всей Республике Беларусь. Все родные проекты, которые меркуются реализовать на Гомичине на протяжении ближайших пяти годов, при лечении доли граждан с потерпелых районов, которые володуются основами беспечной житодейности, деля чего планируется в приватности распространять проект по координации деятельности информационных центров, которые створены на Пасчарнобыльской территории. И еще одна инициатива, которая так само будет реализована при потребности ААН, стартуя уже в наступном месяце. Инклюзивная Беларусь, устойливое развитие для усих ЕЕМЭТа, боротьба с дискриминацией во всех ЕЕформах, от ликвидации насилия у относенных до женщин и поваги правов инвалидов, до боротьбы с коррупцией и до помощи мигрантам. На Гомичине основное мероприемство пройдут в листопаде у Гомеля и Светлогорску. Мы представим огромное количество ток-шоу, разные выставки будут проводиться, показы кинофильмов, концерты. Пожалуйста, приходите и присоединяйтесь к нам, потому что Беларусь – это ваша страна. Олег Сентяров, Игорь Марыченко, телерадокомпания «Гомель». Техничный арсенал Гомельского областного эндокринологичного диспансера пополнился новым обсталяванием. Сучасный аппарат, який дозволяя с высокой докладностью диагностировать патологии и щитопадобные залозы, передав дауний партнер установы – Германская доброчинная организация «Радиологичный институт здоровья» и новокольного сяродзия имя Отта Хуга. Максим Савин с подробностями. Гэтый микропланшетный ридер может выполнять широкий спектр анализов. Тут его будут использовать для диагностики захворывания у щитопадобные залозы. Зараз у лаборатории диспансера есть подобный аппарат, однако он уже выпрацелил свой ресурс. Меж тем, такое обсталявание – необходность. В работе эндокринологического диспансера он необходим, потому что одна из основных патологий, которые состоят у нас на диспансерном учете, это лица с патологией щитовидной железы. Естественно, они нуждаются в обследовании, то есть в проведении УЗИ-обследования гормонального статуса щитовидной железы, которую мы будем проводить с помощью этого прибора. Доброченная организация – Родологичный институт здоровья и новокольного сяродья имя «Отта Хуга», супрацовничая с нашей краиной с 1991 года. За этот час реализованы гуманитарных проектов на 22 миллионы евро. Их методы помогают передольванию наступства катастрофы на Чарнобыльской АЭС. Подтримка областного эндокринологического диспансера – сярод приоритетных задач. При садейничании института «Отта Хуга» с 1992 года во установе дейничая Центр диагностики и терапии патологий щитоподобной залозы. Германские партнёры допомагают не только обследованием, а и реагентами для его работы. Наше сотрудничество с гуманским областным эндокринологическим диспансером будет продолжаться, потому что мы видим конкретные результаты работы, видим высококлассных специалистов, которые здесь работают. Проекты, которые институт имя «Отта Хуга» реализуют в Беларуси, тычатся не только социальной сферы. Один из направлений – обновляльная краница энергии. Зараз обмярковывается махчимость реализации разом с Гомельским Державным Техническим Университетом имя «Сухого» совместного проекта у этой сферы. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». И еще одна добрая новина со света медицины. В Гомельской областной туберкулезной клинической больнице начал працавать шматрежимный аппарат для штучной вентиляции легких. Обсталявание саправды уникальное по своих функциональных махчимостях. З его заявлениям урачи отримали больше шансов на захование человеческих житов. Про цех темы в наступном сюжете. Апарат австрийской вытворчасти «Твинстрим» для высокочастотной штучной вентиляции легких был набытый в рамках программы долготерминового супрациониста помеж областным управлением аховы здоровья и компанией «Карл Райнер». Его кошт – 55 тысяч евро. Это аппарат другого поколения. Подобными корыстаются урачи многих европейских краин. «Преимущества основной системы – это, во-первых, нету таких жестких напряженных условий работы врача, потому что это открытый контур, и вы можете спокойно работать, с манипуляцией совершать. Продолжительность процедуры, если это взрослый, может быть, до 45 минут занимать. Это нету стресса для доктора, более такой щадящий уровень вентиляции, постоянный, без перерывов, без каких-то падений для пациента. То есть это более безопасный, наверное, пока что самый безопасный вариант вентиляции, который существует в мире». Два незалежные блоки вентиляции працуют с применением одной кислородно-поветранной суммеси у аутономном режиме або комбинована. Системой кирует специальная программа, якая при этом забеспечивает мониторинг стану пациента. Первым, кому провели диагностику при допомозе нового аппарата, стал новонародженный хлопчик Иван. Ее он народил 7 месяц тому, и урачи поспели зауважить отхиление в работе ягодыхальной системы. В отделение таракальной хирургии дитя привезли, как проверить стенки бронхов из травовода. Диагностика заняла не больше, как 10 хвилин. «Это оптика, с помощью которой таракальные хирурги осматривают бронхиальное дерево и пищевод. Это оптика для новорожденных деток, 5 мм в диаметре. Вы можете видеть, какой источник света. И в таких, скажем, сложных условиях работают хирурги. Благодаря этому аппарату ИВЛ намного проще становится работать, потому что хирург не отвлекается. Искусственная вентиляция легких идет, не мешая работе хирурга. То есть все это взаимосвязано, все это слаженная работа, но и уменьшает временной промежуток, в течение которого проводится работа с пациентом». Новый медицинский аппарат будет выкористовываться, как для проведения высокотехнологичных операций, так и для диагностичных манипуляций. Важно и то, что шматрежимное пристосование «Твинстрим» может забеспечивать кислородом легкие человека при выдалении иншародных предметов с дыхальных шляхов и с травовода. Малолетние дети на угол у группе «Рызыки». По неведания ныне редко глытают дробные предметы. «В год проходит до 130 детей с подозрением на инородное тело. У каждого третьего мы находим инородное тело. Это монеты, это орехи, это семечки, это пластмассовые изделия различные. Если вовремя не диагностировано, то это ведет потом в последующем под резекцией части легкого. А если это не диагностировано вовремя, своевременно, сразу, то это вплоть до летального исхода на дому. И такие случаи в республике уже зарегистрированы. Почему это сейчас поделяется такое большое внимание?» Наталья Игнатенко, Сергей Лукашук, телерадо «Компания Гомель». Протягиваем выпуск, распачался новый научальный год. Тысячи першакурсников заняли свое место в аудиториях гомельских университетов. Але не кожному пошансовало вучиться бесплатно. Что делать, коли диплом отримать треба, а грошей на оплату на вучание не хапая? Усе об льготных кредитах для студентов у репортажей Марины Северяновой. Вучить сына альбудачку в университете на платной основе не усім батькам по кишени. Одни начинают отмавлять себе навыту необходным и охверуют значной часткой семейного бюджету. Некто шукает подпрацовку. Для таких складанных финансовых ситуаций в Беларусі распрацованная система про доставление льготных кредитов на навучание. Их выдає у темлику «Беларусьбанк». На таких кредит можно различовать при отримании первой высшейшей эдукации на денном отделении. При чём расповсюдживается и он на студентов усіх вины у Гомеля. Умова, наявность у студента альбо его батьков – постоянный креницидоходов. Улечивается так само сукупный доход семьи. Среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи, исчисленный за 12 месяцев предшествующих месяцу подачи заявки на кредит, не превышает 350% бюджета прожиточного минимума, определяемого в среднем на душу населения. По состоянию на сегодня этот бюджет составляет 174 рубля 25 копеек. Соответственно, 350% – это 614 рублей 25 копеек. Максимальный размер кредита определяется, исходя из годовой стоимости обучения, и не должен превышать 70%. Кредитная линия открывается ежегодно. Максимальный термин погашения – 10 годов. Наприклад, кредит оформляется на самом початку навучания. Пока оно продолжится, выплачивать треба только проценты. А на протягу 5 годов после закончания университета – основную сумму. При ГЭТ им кредит можно взять у любой момент навучания. Процентная ставка устанавливается в размере 1,2% ставки рефинансирования Национального банка. На сегодня ставка эта составляет 9% годовых. Ставка не фиксирована, она плавающая. При изменении ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь ставка меняется по договору. Так как этот кредит целевой, он предусматривает предоставление документов, подтверждающих окончание учебного заведения. В течение 10 дней после получения диплома необходимо предоставить банк его копию. Коли студенты отличили, то сумму непогашенных процентов треба заплатить на протягу месяца после спинения учебы, а непосредственно сумму кредита за год. Причим по полной ставке рефинансирования. Зараз нагадаем, она складает 18%. Гомельская областная универсальная библиотека рыхтуется до проведения Дня библиотек. С сегодня о 21.00 тут стартует литературный дележанс. Подобное мероприемство в областной универсальной библиотеке пройдет четвертый раз. Программу сегодняшней библионочи распроцовывали усим коллективом. На протягу трех годин удельники смогут наведать разностайные выставы с устретцем с героями знакомитых романов, сгулять у литературным казино. А так само поглядеть на фейерверк с гомедийных спектакля у постановцы Народного аматорского театра областной библиотеки и поспробовать ежусь в меню литературных героев. Литературный дележанс будут супроводжать живая музыка и танцы народа у света. Приглашаем читателей попутешествовать по разным странам, познакомиться с разными героями и для этого создаем естественный антураж, такую обстановку приближенную к тем странам, где они побывают. Допустим, в отделе литературы на иностранных языках у нас площадка будет посвящена произведению Жюля Верна «Вокруг света» за 80 дней. Там мистер Фокк, главный герой, вот он будет на этой площадке главным и там будут путешествия по пяти странам. И это была пошла информация о выпуске. Для вас працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и саджите за эфиром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин